всем привет и это проект другая кухня и с вами я александр сначала скажу что очень рад всех вас видеть соскучился и приглашаю на нашу другую кухню приготовить вместе со мной заливное из курицы заливное ну это наверное двоюродный брат или скорее всего двоюродная сестра холодца и этот рецепт знаком многим но мы сегодня вместе с вами будем готовить праздничный вариант я это буду делать впервые поэтому прошу вас как обычно помочь мне так что начнем и для начала смотрим что нам необходимо для нашего сегодняшнего рецепта нам понадобится курочка у нас домашняя несколько перепелиных яиц зеленый горошек пара луковиц несколько морковин пастернак корешочек из зелени у нас тимьян и петрушечка здесь желатин для заливного лаврушечка душистый перчик горошком и соль продолжаем с чего мы начнем у нас как я уже сказал курочка домашняя и поэтому ее варить мы будем где-то два два с половиной часа она жирненькая сочная и поэтому все необходимо постараться выварить с нее если у вас курица ну скажем обычная магазинная или тот же бройлер купленный на рынке то ему будет достаточно час полтора чтобы он приготовился и был готов бульон туда же бульон сразу в кастрюлю мы отправим и лук морковь и наш пастернак чтобы получить хороший бульон а и сегодня нам необходим именно классный бульон мы все это будем закладывать в холодную воду наверняка вы знаете чтобы бульон был хорош закладываем мясо в холодную воду чтобы мясо было вкуснее закладываем мясо в кипящую воду знаем все управляем курочку в кастрюлю у нас сегодня две ножки и грудка туда же лучок не разрезаем потому что варится долго и для бульона сама то чтобы овощи были крупные морковь наш пастернак залью я курицу с овощами холодной водой как уже говорил где-то сантиметров на 10 выше курицы вариться будет долго часть воды однозначно выкипит бульон будет насыщенный такой вот прям бархатный солить не надо потому что вода естественно выкипит и если мы посолим в самом начале то бульон будет очень соленый все заливаем отправляем и встречаемся с вами через два с половиной часа не переключайтесь до скорого чуть не забыл самое важное хотя кто-то скажет кого вы учите да как только закипит наш бульон на плите мы снимаем пеночку и убавляем на самый медленный огонь чтобы бульончик вот буквально слегка слегка вздрагивал и так он у нас будет вариться все идемте ждем пока закипит ну что друзья до конца варки нашего бульона осталось 20 минут два часа пролетели как одно мгновение сейчас мы с вами отправим бульон душистый горошек ну перец лаврушечку я также посолю и хочу отвлечься все эти два часа запах стоял умопомрачительный голова кругом идет всегда вот до этого момента думал что запах сдобы вот булочек дает вот такой домашний какой-то уют спокойствие но сегодня вот запах бульона куриного это что-то это реально вот спокойствие уютно все здорово вообще супер все отвлекся как обычно идем засыпаем кстати я же остудил стакан бульона нашего и сейчас я залью наш желатин чтобы он растворился ну и набух и был готов вот он бульончик хорошо остыл возьму ложечку размешаю и все отправляем наши специи не забыв и про несколько веточек тимьяна и сразу же отварим перепелиные яйца большую подготовительную работу мы с вами проделали коротко напомню что во первых отварили нашу курочку домашнюю вместе с овощами с луком с морковкой бульон получился фееричный обалденный я его остудил процедил мяско выбрал разобрал не стал резать разобрал прямо на волокна одну морковочку выловил чуть раньше готовности бульона и порезал на меленькие кубики яйца перепелиные отварил и теперь готов украшать как красиво и здорово получится будем смотреть в конце но для вот этих праздничных для вот этого праздничного заливного решил использовать вот такие вот силиконовые формы для мужской половины такие чуть побольше и конечно же вот такие девчачьи на один укус у меня девочек много трое трое поэтому чтобы каждый хватило пробуем сейчас смешаем наш бульончик и мясо бульон я предварительно смешал с нашим желатином теперь будем добавлять кстати когда я разбирал мяско чтобы она не заветривалась она была горячая и так быстро его не разберешь я прям залил капелькой бульона чтобы мяско было прям свеженькое теперь добавляем и будем пробовать на соль обязательно пробуйте потому что чтобы у нас получилось ну как говорится вкусно сейчас перемешаем и посмотрим вот такой плотности как говорится получилось густоты наш бульончик все отставляем его в сторонку и начинаем шедевр наш творить для вот этих форм которые побольше я решил что яйцо поделю вот так напополам и уложу желтком как говорится на дно но сначала чтобы у нас желточек не выпирал в конечном нашем продукте мы капельку добавим бульона на дно вот так чтобы вот это желе потом обволакивало и укладываем туда яичко все яйца я порезал теперь начинаем собирать половинки выкладываем на в большие формы аккуратненько красиво обалденно ну и самая ювелирная работа выложить кружочки наши небольшие формы постараться сделать это аккуратно чтобы всем на примере больших покажу что я хочу сделать дальше берем горошек и вот так вокруг яйца стараемся выложить ровненький кружочек мне кажется получится вообще здорово ярко красочно и очень надеюсь празднично и вот таким образом смотрите как получается каждый может украшать по-своему я сделаю вот так заполняем горошком выравниваем здорово замечательно и теперь самое главное закладываем наше мяско с бульоном стараемся сделать это все аккуратно равномерно вот так мясо стараемся не сдвинуть желточек это важно чтобы потом вся картина у нас была замечательная доливаем бульончик и смотрите где-то может быть кусочек мяса можно еще и подбавить вот так сейчас сейчас не расходитесь вот так выравниваю еще ложечку бульона мне кажется застынет вообще будет обалденно что доделываю маленькие и убираю в холодильник как они застыли я смогу проверить только завтра утром а вы буквально через пару секунд все не переключайтесь вуаля наши праздничные заливнушки получились прям обалденные праздничные красивые сейчас будем пробовать заливной из курицы простояла всю ночь получилось действительно как вы видели обалденно то есть яркие аппетитные что на вкус сейчас проверим на вкус тоже обалденно вот прям и сочненько и мяско и желешечко вообще вот ну куриный бульон с домашней курочки что там говорить единственное на мой взгляд я бы наверное добавил чуть-чуть чеснока ну чуть-чуть вот чтобы для вот этой остынки хотя возможно не для каждого праздника это приемлемо ну что друзья мы с вами справились в очередной раз и достаточно хорошо спасибо вам за помощь наше праздничное заливное готово я рекомендую смотрите рецепт в описании также приходите к нам в социальных сетях наша группа в контакте в одноклассниках ставьте лайки подписывайтесь на наш канал мы рады всех вас видеть на нашем канале всего доброго пока